Книга. Равин Мейр Кахане. Свет идеи. Глава первая. Ярмо неба. Жизнь человека должна направлять следующая цель. Выяснить, в чем состоит его задача в этом мире и определить пути, идеи и качества Бога, которым нужно следовать, чтобы выполнить эту задачу. Но самое главное – это принять на себя ярмо неба, то есть безоговорочно признать верховенство, господство и власть Бога, верховного царя царей. Бог должен стать для человека царем и господином, а сам человек должен держаться только истинных и надежных путей, не отклоняясь от них и не оспаривая их. Каждый день в молитве Шма народ Израиля с любовью произносит, «Эти слова, которые я сегодня повелеваю тебе, должны быть на твоем сердце». Здесь наше внимание обращается на то, что эти слова, то есть заповеди Бога, должны быть над нашим сердцем. Они должны как бы вытеснять наши собственные желания. Об этом говорится и в Авод 2.4. «Преобразуйте волю Бога в вашу собственную». Это наша главная заповедь, основание всей Торы. Следуя ей, человек будет освобождаться от животного состояния и эгоизма, корня всего зла в мире. Так начинается восхождение человека к святости, а это и есть его предназначение. Чтобы достичь высшей святости, исходящей от Бога, нужно подчинить свое эго ярму Бога, держаться Бога, быть полностью послушным Его верховной власти. В утренней молитве мы произносим «Счастлив человек, который подчиняется твоим заповедям, ставя Тору и твое слово над своим сердцем». Иными словами, он как бы расширяется за пределы своего сердца. Этому же учит Сифри в Аетханан 33. «Эти слова должны быть на вашем сердце» Второзаконие 6,6. Почему так сказано? В предыдущем стихе мы читаем «Люби Господа твоего Бога всем сердцем». И я бы не знал, как этого достичь. Следовательно, нам приказано поставить эти слова «Над нашим сердцем, поскольку так мы сможем узнать Бога и держаться Его путей». Конец цитаты. Человек был создан так, чтобы держаться Бога. Узы, связывающие Его с Богом, также символизируют и Его смирение перед Ним. Это смирение перед Богом и есть предназначение человеческой жизни. В конечном счете, Бог является источником мудрости и силы. Он – абсолютная истина, абсолютная праведность, доброта и благость, совершенство истины и святости. Решив воплотить свои удивительные качества – мудрость, великолепие, этический кодекс и прочие свои пути, он решил создать мир согласно Торе. Такой мир должен был стать полностью хорошим. Как говорили наши мудрецы, Ваикра Раба 23.3 «Весь мир был создан только ради Торы». Конец цитаты. А также Берешит Раба 1.1 «Я была Божьим воспитанником, его ежедневной радостью». Конец цитаты. Притчи 8.30 «Тора сама себя называет инструментом Божьего ремесла». Конец цитаты. Мудрецы также учат тому, Шиир Гаширим Раба 2.6, что мир был создан только ради народа Израиля. Бог выбрал еврейский народ, чтобы продолжить дело, которое изначально было дано Адаму. Об этом мы поговорим ниже. Ввиду всего сказанного, если человечество и Израиль откажутся от Торы и упразднят ее, то больше не останется причин для существования мира. Шаббат 88 Алиф. Бог предъявил вселенной условия. Если Израиль примет Тору, вы будете жить. «В противном случае я восстановлю хаос». Конец цитаты. Назначение мира, смысл его создания и существования в том, чтобы привести все человечество к познанию Бога, чтобы все люди прославляли его, воздавали славу ему и его величию. Таким образом, они смогут подавить свои злые наклонности и гордыню и обратить высокомерие в смирение. А для этого необходимо подражать Божьим качествам и следовать его заповедям. В конечном итоге люди станут настолько похожи на Него, «Насколько это возможно». Как сказал Исайя, «Надменный взгляд человека сделают низким, и высокомерие людей будет унижено». 2.11 «А мудрецы учат». Илья-Гураба один. «Затем Бог создал Адама и привел его в мир. Он создал Адама только для того, чтобы он служил ему всем сердцем, чтобы он и его потомство после него до конца времен радовали Бога». Конец цитаты. Царь Давид так заканчивает свои псалмы. «Пусть все, в чем есть дыхание, славит Господа». 150.6 «Вострубите Господу по всей земле, служите Господу с весельем, предстаньте перед Ним в радости, признайте, что Господь – Бог». Там же 100.1-3 «Бог избрал Израиль своим народом, выделил его исключительно для себя, чтобы мы увидели, что Господь есть Бог. Это Он, кто создал нас, и мы – Его, Его народ, и паства – Его пастбища». Там же. «А раз так, то мы будем прославлять Господа, и вся плоть да благословляет Его святое имя во веки веков». Таилим 145.21 «Итак, мы должны прославлять Бога до тех пор, пока все народы не признают, что Господь есть Бог, поклонятся Его величию и примут ярмо неба. Так люди смогут покорить страсть и гордыню. Как сказал Исаия 43.21 «Я образовал этот народ для себя, чтобы они возвещали о моей славе». Конец цитаты. Вера в Бога – наше главное сокровище, а также путь, по которому обязан идти каждый еврей. Наша главная заповедь – знать Бога, как сказано во вступительных словах Мишне Тора, главного труда Великого Орла Рамбама. Верховное основание и столб всей мудрости – знание, что есть первичное существо, которое создало все существующее, и ничто на небе, земле или между ними не могло бы существовать, если бы не истина Божьего существования. Именно об этом свидетель мужчина – Адам и свидетель женщина – Израиль должны свидетельствовать всей своей жизнью. «Я обручу тебя с собой через веру, и ты узнаешь Господа» – Вера, о которой здесь говорится – это знание о существовании Создателя мира, Господа воинств, Бога истории и истины. «Знать Бога» означает пребывать в страхе и трепете, словно раб перед Господином. Именно это мы зовем страхом Бога. Но «знать Бога» – это также испытывать к Нему жгучую любовь, как сын любит своих родителей. Это называется любовью к Богу. «Знать Бога» означает знать высшую истину. Бог является всесильным источником мудрости, знания и истины. «Следовательно, мы должны полностью принять Его ярмо и изучить Его мысли и пути. Знание Его мыслей и подчинение Его путям и есть предназначение человека. Это то учение, которое Моисей положил перед народом Израиля». Второзаконие 4, дробь 44. «Чума современности – проникновение в наш святой лагерь чуждой нееврейской культуры. Это словно идол, поставленный в святилище храма, где может находиться только ковчег Завета. Скрижали ковчега свидетельствовали об уникальности и единстве Бога, о том, что только Он и Его мысли превознесены. Бесчисленные мириады евреев пойманы в сети упадочных идей чуждой культуры. На их лбах уже проступила проказа, как у царя Узияху». 2. Летопись 26.16.19 «Но когда Он был силен, Его сердце превознеслось, так что Он стал поступать нечестиво и согрешил против Господа своего Бога. Он зашел в храм Господа, чтобы возжечь курение на алтаре курений, и проказа выступила у Него на лбу перед священниками в доме Господа». Конец цитаты. «В результате проклятого изгнания евреи поселились среди неевреев, чья культура разрушила их еврейскую душу. Они стали жертвами этой культуры, стали пить ее отравленные воды. Эта культура породила дересь и святотатство, загрязнила чистоту, совершенство и истину Торы, вложила свои искаженные идеи в сердца и умы даже лучших из евреев, прекрасных учителей Торы. Вот он, корень зла нашего времени. Сегодня нет задачи более великой и важной, чем выкорчевать этот корень желчи и полыни. Пока мы не остановим поток иностранной культуры, Тора никогда не освободится от лжи и искажений. По сути, наше время бросает нам вызов восстановить истину Торы, но для этого нужно сначала изгнать зло и чуждые идеи из самих себя. Сегодня перед Израилем стоит задача вернуться к первоначальной истине Божьей Торы, узнать Господа Бога, единого и отделенного от всех, и распространить это знание среди всех народов мира. И только тогда народы примут Божье ярмо, Его пути и великие возвышенные качества, истину, святость, блеск, великолепие, славу и красоту. Смысл творения в том, чтобы создать существо, отличное от всех остальных в мире. Такое творение отличалось бы от зверей и птиц, неспособных покорить свои страсти. По своей природе они рабы своих материальных вожделений, их жизнь сосредоточена только на удовлетворении своих похотей. За что их наказывать, если у них нет свободы выбора, если они выполняют свои животные роли? Но человек не может уподобиться и ангелам-служителям, которые не способны дать выход своим злым позывам, потому как лишены их. У них нет свободы выбора, они по природе добры и святы. За что же их награждать? И только человек уникален, отличен от всех прочих созданий, сотворенных Богом, хотя верно, что внутри человека живет позыв козлу, у него есть умственные и духовные силы преодолеть этот позыв и управлять им. Именно об этом Бог сказал Каину. Если ты поступаешь хорошо, не будешь ли спасен? Но если ты не поступаешь хорошо, грех притаился у двери, он вожделеет тебя, но ты можешь управлять им. Конец цитаты. Наши мудрецы так комментировали это место. Лекахтов, Бытие, 4.7. Все, чего хочет злой позыв, завладеть тобой, но если ты захочешь, ты сможешь управлять им. Мы читаем также следующее. Сифри, Экев 45. Так сказал Бог Израилю, Сын мой, я создал для тебя злой позыв, и я создал для тебя Тору в качестве противоядия. До тех пор, пока ты изучаешь Тору, он не сможет властвовать над тобой. Если ты поступаешь хорошо, не будешь ли спасен? Если ты не изучаешь Тору, ты будешь отдан во власть твоего злого позыва. Если ты не поступаешь хорошо, грех притаился у двери. Ты являешься целью его уловок, он вожделеет тебя, но если ты хочешь, ты сможешь управлять им, ты сможешь властвовать над ним. Конец цитаты. Какая великая задача! Человек – это кульминация творения, жемчужина в его венце. Как сказал царь Давид, кто такой человек, что ты помнишь о нем? Сын человеческий, что ты думаешь о нем? И все же ты создал его лишь немного ниже ангелов. Ты увенчал его славой и честью. Ты дал ему владычествовать над делами твоих рук. Ты положил все под его ноги. О, Господь наш! Как славно твое имя по всей земле! Таилим 8,5,7,10 С одной стороны, начало человека – пыль и конец его пыль. Он словно глиняный черепок и завядший цветок, и даже комар был сотворен раньше него. Кто такой человек, что ты помнишь о нем? С другой стороны, Бог создал его лишь немного ниже ангелов. Он возвысил человека почти до уровня небесных существ – ангелов. А ведь они святы, чисты и знают Бога. Но тот факт, что человек ниже ангелов, что он сдерживает свои злые позывы, на практике делает его более великим, чем ангелы. У человека есть и злые позывы, и возможности преодолеть их, подчинить свое «я» и свою гордыню заповедям Бога. Нет большего величия, чем это. Да, мир был сотворен именно ради человека. Именно это имеют в виду наши мудрецы, когда говорят Шаббат, 88, бет. Когда Моисей поднялся ввысь, ангелы-служители обратились к Богу, «Владыка Вселенной, как может рожденной женщиной находиться среди нас?» Бог ответил, «Он пришел получить Тору». Тогда они сказали, «Кто такой человек, что ты помнишь о нем? Сын человеческий, что ты думаешь о нем? О, Господи, Господи наш, как славно твое имя по всей земле! Пусть твое величие пребывает на небесах!» То есть не на человеке и земле. Таилим 8,5,2 И далее мудрецы пишут, что Моисей ответил ангелам, «Разве среди вас есть зависть? Разве в вас есть злой позыв, что вам нужно противоядие в виде Торы?» И тут же ангелы повторили свое восхваление, «О, Господи, Господи наш, как славно твое имя по всей земле!» На этот раз без добавления фразы, «Пусть твое величие пребывает на небесах!» Человек может грешить и понимать, что он грешит, но он также способен осознанно отвергать зло, подавляя злые позывы и побеждая свою гордыню. Он достигает этого через познание величия и святости Бога, открывая для себя приятный вкус Божьих указов из заповедей. Как сказал царь Давид, «Вкусите и узнайте, что Господь благ!» Таилим 34,9 «Если бы не человек, то какой смысл в существовании мира?» Ангелы не могут грешить и возвышаться к святости, поскольку они были возвышены к святости в момент создания. Что же касается животных, они появились на свет рабами своих желаний и своей животной природы. Какое животное может узнать и оценить Божье величие, узнать его чудеса и признать превосходство добра над злом? В конце концов, как ценить свет, не познав тьмы? Как наслаждаться сладостью, не узнав вкус горечи? Точно так же лишь тот, кто, будучи способен грешить и предаваться злу, вместо этого покоряет страсти, похоти, гордыню и возвышается посредством Божьих заповедей. Только тот может встать и ежедневно прославлять Бога, говоря, «Как многочисленны твои дела, о Господи!» Таилим, 104, 24, «Как велики твои дела, о Господи!» Твои мысли очень глубоки, там же, 92, 6. Действительно, мудрецы учат Пиркей Берраби Элиэзер, летопись 11. Сразу же, как только Адам открыл глаза, он посмотрел вверх и вниз. Он увидел все творения, которые создал Бог и стал славить Его имя, говоря, «Как многочисленны твои труды, о Господи!» Адам был создан по образу Бога. Таким образом, когда животные увидели Его, они убоялись, думая, что это их Создатель, и пришли и поклонились Ему, Он сказал им, «Придите, давайте вы и я пойдем и покроем Бога могуществом и величием, объявив Его Царем над нами, Того, Кто создал нас. Люди венчают своих царей, если они этого не делают, они не венчают и себя». Конец цитаты. Тогда Адам увенчал Бога первым, и затем все животные сделали тоже по Его примеру, и Он сказал, «Господь правит, Он облачен в величие» Псалмы 93, дробь 1. Мудрецы также говорят, «Перкей, Дераби и Лезер», летопись 3. «Если царь не имеет ни войска, ни стана, то чем он правит? Если нет народа, прославляющего Его, то в чем Его слава?» «Человек был создан для того, чтобы размышлять о величии и верховенстве Бога, чтобы подчиняться Ему с любовью и радостью». «Человек должен был увенчать Бога Царем над всей землей, держаться Его путей и качеств и самому уподобиться Ему». Далее мудрецы пишут, берешит раба 8.6 «Ангелы-служители спросили Бога, Владыка Вселенной, кто такой человек, что ты помнишь о нем?» «Тыли им 8.5 «Зачем ты создал этот источник проблем?» Бог ответил «Если так, то овцы и валы, звери полевые, там же страница 8, птица небесная, рыба морская, там же страница 9, зачем они были созданы? Это как царь, у которого есть башня, полная всяких сокровищ, но у него нет гостей. Какое ему удовольствие от обладания им! если нет гостя, то есть кого-то, кто сможет понять и оценить, как велики благости святость, созданные Богом, и следовательно, понять собственную благость и святость Бога, то какой вообще смысл благости, святости и в самом мире? Это будет словно прекрасный предмет искусства, который никто не увидел и не оценил. Да, вся физическая красота была создана только для отражения красоты духовной, а также для расширения познаний человека о Боге. Как Бог создал физическую красоту, которой человек может наслаждаться физическими органами чувств, также Он создал и духовную красоту, святость, духовное величие, чтобы человек ценил их и учился из них. Как же правильно находить радость в чудесах природы, красоте искусства, ведь через все это человек познает невероятную красоту и вечное превосходство Божьих путей. Конечно, это возможно лишь при условии, что человек не считает физическую красоту самостоятельной сущностью, ведь ее смысл в отражении Божественного. После того, как Бог создал свою башню в кавычках, целый мир полный материальной и духовной славы, Он создал и вечное предназначение этого мира человека. Только человек способен по достоинству оценить Бога и Вселенную смирив себя и покорив свои злые позывы перед верховным царем царей. Мудрецы учат, берешит раба 8.1. Если человек заслужил, ему говорят, ты предшествовал ангелам служителям. В противном случае ему говорят, муха предшествовала тебе, комар предшествовал тебе. То есть все животные и насекомые были сотворены до человека. Бог возложил на человека, а затем и на Израиль, который назван Адамом, человеком, сложнейшую задачу, как говорил Раббан Шимон Бар-Йохай, Евамот 61 Алиф, «Прибывание под одной крышей с трупом не еврея не делает ритуально нечистым. Вы мои овцы, овцы моего пастбища, вы Адам». Иезекииль 34 дробь 31 «Вы называетесь Адамом, но не еврей нет». Конец цитаты. Здесь подразумевается следующее. Бог при сотворении дал Адаму задачу познать Бога, покоряться Ему и превозносить Его качества. Когда Адам согрешил, исполнение этой задачи было возложено на его семя. Однако не все его потомство было названо Адамом, но только один Израиль. Когда Адам согрешил и злоупотребил своим положением, Бог стал искать человека по своему сердцу, чтобы произвести от него святой избранный народ. Этот народ должен был взять на себя обязанности Адама. Таким человеком стал святой Авраам с Востока. Его семени предстояло стать посланником и назначенным представителем Бога, его первенцем и избранником. Для продолжения роли Адама выбран именно Израиль, а Адамом он назван потому, что обладает душой Адама. Народ Израиля является самым чудесным, самым уникальным творением, тогда как неевреи, хотя и равны Израилю физически, не являются Адамом в духовном смысле. Ясно, что нееврей отличается от животного. Конечно, нееврей не просто живое существо. Он относится к классу Медабер, тот, кто говорит. Однако, по сравнению с евреем, нееврей не является Адамом, потому что лишен высокого духа, святой и чистой души духовного человека. На Израиль возложена великая задача узнать Господа Бога, Верховного Царя Царей, находясь в обособленности. Нам заповедуется постоянно венчать Его Царем над нами, трепетать перед Его величием, мудростью, могуществом и бесконечностью. Мы также обязаны держаться Его учений и качеств и возвещать Его величие по всей земле, чтобы увенчать Его Царем над всей Вселенной. Вот почему в праздник Роша-Шана, День Сотворения Мира, мы должны венчать Бога Царем и принять Его ярмо, главный атрибут царствования. Вот почему мы исполняем предписания произносить молхует стихи о Божьем царствовании вместе со стихами, где говорится о суверенитете и арме Бога, хотя слово «Царь» в этом стихе и не упоминается. Как учит Мишна Роша-Шана 32 алиф Мы не произносим менее десяти стихов о Малхует о Зихранот стихи о том, что Бог помнит нас или о Шафрот стихи о Шафаре. Раби Ханан бен Нури говорит «По три о каждом достаточно». Точно так же и Рамбам указывает «Хилхот» Шафар 3 дробь 8. Каждое благословение должно включать десять стихов, относящихся к своей теме. Три из Сторы, три из Псалмов, три из пророков и еще один стих из Сторы, чтобы завершить до десяти. В Талмуде Роша-Шана 32 бет рассказывается, что видные Раби поспорили о том, что является стихом, относящимся к теме в кавычках благословения. Согласно Рабу Йоси, стихи «Слушай, о, Израиль, Господь наш Бог, Господь один! Знай этот день и положи в своем сердце, что Господь Он есть Бог на небе вверху и над землей внизу нет другого. Там же 4-39 «И тебе было показано, что ты должен знать Господа. Он есть Бог, нет другого, кроме Него». Там же 4-35 «Все эти места составляют мол, хуёт, однако Раф Иуда так не считает». Другими словами, Раф Иуда считает, что мы обязаны произносить слово «Царь». В противном случае мы не соответствуем требованию в отношении Молхуёт. Раф Йоси же полагает, что главное не слово «Царь», а мысль о Боге как «Царе», то есть поскольку Бог является единственным правителем Вселенной, мы обязаны бояться Его и принимать Его ярмо безоговорочно. Рамбам определяет в Хилтон Шофар 3.9 «Три стиха слушай, о Израиль, и знай этот день и положи в своем сердце, и тебе было показано, и все они составляли молхуёт, даже если слово «Царь» нигде не упомянуто. Они передают одну и ту же мысль «Господь будет править всегда и навек» Исход 15.8 Либо «Был царь в Ешурун» Таразаконие 33.5 Обе произносятся в виде молхуёт. Здесь заключен важный урок в представлении о Боге как царе для нас самое главное то, что мы должны венчать Его царем над всем миром и принять Его ярмо. Предположим, человек произносит шма и подчёркнуто скрупулёзно исполняет все сопутствующие обряды, например, удлиняет слово «эхад», чтобы снискать уважение в глазах других молящихся. Однако, если он не понимает смысла сказанного, например, значение слова «эхад» и не делает акцент на главной мысли фразы, то заповедь теряет для него свою суть, она перестаёт играть важную роль в его жизни. Мудрецы объясняют Брахот 13 бет. Раби Ирмия сидел перед Раби Хаей Бар-Абой и услышал, что он очень удлиняет слово «эхад». Он сказал ему, поскольку ты в уме венчаешь Бога царём, вверх, низ и во всех четырёх направлениях, то больше нет необходимости удлинять эхад. Главное, не длина и громкость, а осознание целостного смысла шма, как венчание Бога царём над вселенной и самим собой. В первом стихе нужно ясно понять, что человек венчает Бога над собой, как владыку и царя, становится его верным служителем, принимает на себя ярмо неба и возвещает Божью славу всю свою жизнь. Кто может выразить могущественные деяния Господа? Кто может пересказать Его величие? Пересказать в кавычках и считать в кавычках – это одно и то же слово, представленное одним еврейским корнем самых Пейрейш. Божью бесконечность нельзя описать ни пересказом, ни пересчетом. То же самое мы читаем в другом месте. «Я создал этот народ для себя, чтобы они возвещали мне славу» Исаия 43, 21. «Я буду благодарить Господа всем сердцем, я буду говорить обо всех твоих чудесных делах, чтобы я мог возвещать о всей твоей славе в воротах дочери Сиона, чтобы я мог радоваться в твоем спасении» Таилим 9, 2, 15. «Что мы услышали и узнали, что рассказали нам наши отцы, мы не будем скрывать от их детей, возвещая будущим поколениям славу Господа, его силу, его чудесные дела, которые он совершил, чтобы будущие поколения знали их, даже их дети, которые родятся, чтобы они рассказали своим детям, почему важно прилагать большие усилия, чтобы они надеялись на Бога и не забыли его дел, но хранили его заповеди». Там же стих 7. «Однажды царь Давид исполнился страхом и благоговением и произнес «Тыла 8.4» «Я взираю на твои небеса, дело твоих пальцев, луну и звезды, которые ты установил». Он посмотрел на мир с его таинствами и божественными чудесами и прославил Бога. «Как многочисленны твои дела, о Господи, в мудрости ты создал их все, земля полна твоих созданий, да пребудет слава Господа вечно, да возрадуется Господь в своих делах». Там же 24.31 «Размышляя о творении, человек познает Бога и осознает Его величие. Если бы наши уста были полны песен, как море, полно водой, и наши языки, звенящие славой, как грохочущие волны», утренняя молитва в шаббат, «мы тогда были бы не способны описать Божью отвагу, чудеса и бесконечность». Ясно, что наши предки, вожди и пророки были так велики потому, что были хорошо знакомы с законами природы и творения. Будучи пастухами, они были тесно связаны с землей, они трудились под безбрежным куполом неба, созерцая величественные горы и пустыни. Утром светило солнце, окрашивая день в чудесные красивые цвета, а из синя-черную ночь освещала луна и бесчисленное количество звезд. Они размышляли, слушали и понимали. Тот, кто ежедневно размышляет об этих вещах, непременно исполнится страхом и благоговейным трепетом перед тем, кто создал все это. Он также поймет смысл стиха. Кто такой человек, что ты помнишь о нем? Таилим 8.4 Мыслящий человек с торой на устах и в сердце, ценящий связь с природой, приобретает духовную глубину, богатство души и величие мысли, но главное, что он обретает ясное и четкое знание Бога. Не зря мы читаем Иерусалимский Талмуд Брахот 4.1, что Раф-Йоси бен-Ханина молился на Востоке, чтобы страх Бога пребывал с ним весь день. Ниже приводятся слова из Танхума Яшан, Исход 10. Господь испытывает праведных Таилим 11.5. Давид был испытан через ремесло пастуха, как сказано, от присмотра за овцами он привел его пости Якова. Там же 78.71. Амос был испытан аналогичным образом. Господь взял меня от присмотра за стадом. Амос 7.15. Так же было и с Моисеем. Рабейну Бехайя добавляет исход 3.1. Моисей выбрал себе занятие, следуя обычаю ранних святых, как мы видим в случае Авеля, бытие 4.2, патриархов и 12 племен. Он сделал это, чтобы отдалиться от цивилизации, где он был подвержен греху. Более того, он искал уединение, как средство обретения пророческих даров. Клиакар писал Исход 3.1. Большинство пророков получили пророчество через ремесло пастуха. Пророчество требует уединения, наблюдения за небесами и делами рук Бога. Я взираю на твои небеса, дело твоих пальцев, тыли им 8.4, что позволяет им сосредоточить все мысли на существовании Бога, пока он не прольет на них свой божественный дух с высоты. Этот процесс менее вероятен в случае человека, который сидит дома или выполняет другие виды работ в поле. Только пастух сидит без дела большую часть времени. Конец цитаты. То, что наши предки так ценили уединение и одиночество, преподает их потомкам важный урок. Необходимо полностью отделиться от неевреев с их культурой, которая может загрязнить живые воды Торы. Давайте воскорбим о нашем проклятом изгнании, которое повредило связь еврея с природой, лишило его уединения, в котором он радовался божественному присутствию, особым отношением, возможным только на лоне Божьего творения. Израиль наводнен нечистотами, которые уничтожили всю изысканность его духа. Какую глубину, какое познание Бога мы потеряли, мы должны скорбеть и о самом изгнании, положившем конец обособленности народа, который должен жить один. Число 23 дробь 9. Приведшим к смешению с заблудшими народами и их культурами. Как бы то ни было, мы по-прежнему должны прославлять владыку всего. Но чтобы возвещать миру его дела, мы сначала должны сами проникнуться его могуществом и величием и прославить его. Как многочисленны твои дела, о Господи! Таилим 104 дробь 24. Как велики твои дела, о Господи! Твои мысли очень глубоки! Там же 92 дробь 6. Первый стих говорит о чудесах творения, второй о Божьей мудрости и нравственном законе. Божья сила и могущество с одной стороны и его мудрость, этика и качество с другой царь Давид описал в Таилие номер 33. Это один из самых сильных псалмов. «Возрадуйтесь в Господе, о праведные! Словословие подходит для правых! Благодарите Господа сарфой! Пойте Ему песни на десятиструнной псалтыре! Пойте Ему новую песню! Играйте искусно посреди возгласов радости! Ибо слово Господа право! Все Его труды сделаны верно! Он любит праведность и правосудие! Земля полна Его любящей доброты! Конец цитаты! Словом Господа были созданы небеса и все воинство их, духом Его уст! Он собирает воды моря как груду! Он полагает глубины в хранилищах! Да боится вся земля Господа! Да благоговеют перед Ним все жители мира! Ибо Он сказал и стало! Он повелел и явилось! Господь обращает совет народов в ничто! Он делает мысли людей бездейственными! Совет Господа пребывает вечно! Мысли Его сердца во все поколения! Счастлив народ, чей Бог Господь! Народ который Он избрал как свое собственное наследие! Господь смотрит с неба! Он внимает сыновьям людей! С места своего обитания Он пристально смотрит на всех жителей земли! Тот кто создал сердца всех! Кто рассматривает все их дела! Царь не спасет со множеством войска! Могущественный человек не будет избавлен великой силой! Внимайте глаз Господа к тем кто боится его! К тем кто ждет его милосердия! Чтобы избавить их душу от смерти и сохранить им жизнь в голод! Пророк Исаия сказал Так говорит Бог Господь тот кто создал небеса и распростер их тот кто распростер землю и все что происходит из нее тот кто дает дыхание людям на ней и дух тем кто ходит по ней 42 дробь 5 Кто измерил воды пригоршней и определил границы неба пядью вместил пыль земли в меру взвесил горы на весах и холмы на весовых чашах кто определил границы духу Господа кто был его советником чтобы учить его с кем он советовался кто учил его наставлял его на путь правды наставлял его в знании и способности различать вот народы как капля в ведре посчитаны как горстка пыли на весах вот острова как пыль на весах 40 дробь тире 15 также Исаия пишет Я Господь кроме меня нет Спасителя так говорит Господь Царь Израиля и его освободитель Господь воинств Я первый Я последний и кроме меня нет Бога 43 дробь 11 44 дробь 6 Царь Давид пишет Еще нет слова на моем языке но вот о Господь ты уже совершенно знаешь его ты окружил меня сзади и спереди ты положил свою руку на меня это знание слишком прекрасно для меня слишком высоко я не могу постигнуть его куда я убегу от твоего духа куда я спасусь от твоего присутствия если я поднимусь в небо ты там если я устрою себе постель в преисподней вот ты там если я возьму крылья утра и поселюсь в самых дальних местах моря даже там твоя рука будет вести меня твоя правая рука будет поддерживать меня если я скажу точно тьма окутает меня свет вокруг меня станет ночью то даже тьма не слишком темна для тебя и ночь сияет как день даже тьма как свет ты создал мои чресла ты соткал меня воедино в утробе матери я буду благодарить тебя ибо я благоговейно и чудесно создан чудесны твои дела моя душа знает это очень хорошо ты лим 139 дробь 4 тире 14 парадоксально но одаренный художник благословенный природными талантами способный творить прекрасное при этом являет собой образец эгоизма надменности и всего дурного с одной стороны из-за надменности и эгоизма он испытывает психологическую потребность в почитании публики и чтобы удовлетворить свою гордыню выбирает профессии сцену с другой стороны чем больше он преуспевает в этой профессии тем больше становится его страсть к славе и известности чем больше у человека способности и талантов тем больше его страсть и похоть именно от этого предостерегали наши мудрецы психат роботи 25 чти господа своим существом притчи 3 дробь 9 если ты привлекателен не уклоняйся к сексуальному греху вместо этого уважай и почитай своего создателя прославляй его красотой которую он дал тебе другое толкование почитай его своим голосом если у тебя приятный голос тогда когда ты будешь в синагоге встань и почти бога своим голосом конец цитаты в этих словах заключен важный урок богатство талант и красота человека не принадлежат ему они являются даром от бога владельца всех богатств талантов и искусств и в конечном итоге он возьмет обратно все что ему принадлежит когда человек умрет бог дал человеку талант красоту и способности в искусстве в основном для того чтобы он чтил божье имя и прославлял его но есть и другая причина человек должен сам отражать духовную красоту божьего творения причем право на это нужно еще заслужить и как же печально что те природные дары и таланты которые призваны смирить человека перед богом преобразуются посредством эгоизма в самое позорное высокомерие вот что сказал первосвященник шимон праведник в назир 4 бет я никогда не хотел есть ашан жертвоприношение назарея который стал ритуально нечистым кроме одного человека который пришел ко мне с юга он был чрезвычайно привлекателен с кудрявыми локонами и я спросил его сын почему ты хочешь уничтожить эти красивые волосы он ответил я работал пастухом у моего отца в моем городе однажды когда я отправился за водой к колодцу я посмотрел на свое отражение в воде и внезапно почувствовал развратное желание которое угрожало лишить меня моей небесной доли я сказал своему отражению ты пустое почему ты так надменно в мире который тебе не принадлежит когда твой конец черви и насекомые я клянусь что сбрею свои локоны ради неба конец цитаты я встал поцеловал его голову и сказал да будет много таких назареев как ты в еврейском народе а тебе говорит стих числа 6 дробь 2 если мужчина или женщина ясно произнесет клятву назарея посвящая себя господу ясно что назарей художник мудрец или воин фактически любой человек имеющий дар или редкий талант должен посвятить его одному господу любая красота сила мудрость или способность к чему-либо даны человеку только для отражения причем в незначительной степени бесконечного величия бога чем более человек талантлив тем глубже он должен осознавать как жалок этот талант в сравнении с совершенством бога его талант должен побуждать его пасть в смирении перед владыкой всех искусств нет более уродливой надменности чем надменность одаренного человека как человека как что по пл圈у и и и